написано хрупкая египетская ваза смотрим вот он египетская сила произведено в греции 24 карата gold роспись роспись золотом идет 24 каратным ну слушай она здесь она здесь одна но там что-то еще есть аккуратненько ставим так здесь у нас такая розеточка или как ее называть то германия что написано 1786 год ну-ка что там какой-то джордж 1708 6 год 786 год обалдеть пока одна тарелка может тысячу баксов стоить 1700 год хоть и звучит круто но как оказалось недорого вот 20 долларов такая тарелочка в проданных на коробке написано супер хрупкая но она вскрыта в отличие от предыдущей и здесь у нас чашки супер хрупкая домашняя посуда которую в принципе надо на перебор но на первый взгляд это обычный роз магазин ничего ценного здесь у нас такие вот драконы какие-то гайды по игре либо по не знаю что тут magic art или что это такие вещи мы таких продали уже одну за 40 одну за 90 до одну за 20 то есть разные цены они продаются о мы сейчас нашли фотографии человек у него была лошадь кони он любил это дело это похоже что это вот что-то упряжка для коня это габелин и чё тут написано чё за габелин давай развернем да вот такой вот габелин с павлином надо будет посмотреть что за габелин кто производитель юсей да там и так далее может стоить баксов 100 может и 500 проверим в продаже таких стоят от 120 до 160 долларов а в проданных такой есть за 170 но человек принял оффер поэтому давайте в стольник пока оценим ох ты ж ж маё ж вон тут сколько этих книг каждую по 20 если продать вот можем смело плюсы ну 200 баксов на данный момент уже продано 1 за 25 еще одна за 25 однако за 42 доллара среди этих них бывают и редкие постой по 200 долларов нам такие не попались но тем не менее 200 долларов за коробку это довольно скромно поэтому плюс 200 air force special operation команд курточка по nike ой она вообще ничего не весит обалденно легкая сумка для гольфа класс найковский новенький посмотрим найк обычно как бы что-то стоит сумка новая на ней даже ценник есть 150 долларов вот в проданных 135 долларов поэтому давайте 100 долларов смело можем прибавить что-то было но ничего нету на больше ничего нет вот есть индейское дело и есть какая-то аж выцвела уже подушка старая то слушай похоже на ручную работу ночь похоже на ручную работу а такие коврики бывают вот совсем не дешевые а учитывая то что у людей были дорогие вещи они коллекционировали предметы искусства все шансы что он настоящий индейская работа будем проверять 23 ноября в коври был продан за четыре с половиной тысячи долларов с виду невзрачный а стоит довольно дорого вот такой вот чайничек нашли крышка от него есть написано англия 1884 год и крышкой вместе прикольно аккуратненько с этим вот это такие года вызывают как бы ну трепетное отношение к себе так скажем еще часики кварц 15 долларов чайна ага можно наполнить на полочку как сувенир ставить можно такой себе сувенир конечно так здесь у нас двухтысячный год в какая-то подпись такие вот две девочки спина к спине стоят так это у нас что это часы это часики причем часики тут тут больше не да все нумерация у них имеется вот здесь на мраморе бронза а где весы смотри это в это правосудие и должны быть весы так здесь еще две лампы попроще уже это такой ну китай категория роз магазин продаются там они долларов по 30 наверное а мы а даже не знаю сможем ли продать так пришлось собрать лестницу пригодилась посмотреть что наверху здесь у нас алюминиевый такой багажник дополнительный на фаркоп цепляется к машине мы такой продали что-то в районе по-моему за 50 долларов денвере думаю это тоже продадим не меньше но в мешках ничего нет тряпки почти как у нас был только у нас был тяжелый и складывающийся этот не складывается и полегче так как алюминиевый смотрите-ка запечатанные нашли такие весы специально для того чтобы взвешивать посылки и правильно распечатывать как бы лейбл на 45 килограмм у нас которые есть они до 10 здесь на 45 класс это оставляем себе купили сторож за 260 баксов поняли что его перед нами плотно прошарили и радуемся найденным пупырком класс тяжеленький древний такой винтажный ящик с инструментами похоже не менее древними такой чемоданчик здесь вот такие вот сверла по дереву винтажные такие бурли очень интересно может стоить денег как и сам ящик может стоить денег на ebay за такой набор кто-то просит аж 400 долларов в проданных подобного не нашел есть похожие и примерно цена от 70 до 200 а вот точно такой же инструментальный ящик был продан за 50 долларов но при этом доставка из англии плюс 135 поэтому предлагаю ящик и все его содержимое ценит предварительно в 200 долларов а там посмотрим полная коробка картин это надо либо на свет тащить либо дома проверять картины отсюда никто не забирал то есть неважно какие они вот пожалуйста сразу сразу видно деревянная старая рама холст и картина шепард подпись чет знакомая так здесь у нас rem line ящик винтажный ух сколько тут добра что там у тебя ухты ай но с подписью ну понятно что с подписью девяносто третий год просто стоит штамп dhm легкая такая штучка посмотрим сколько можно продать ремингтон я думал они будут легкими пластмассовыми ох тыша они настоящий тяжеленький весьма он и такой красавец вот и получается вот такой из трех частей как будто бы ныряет извивается в воде можно ближе сдвинуть можно так неважно задумка такая на нем есть номер он очень тяжелый я думаю баксов за 100 мы его точно продадим попробуем подороже вещь очень красивая но к сожалению не очень дорогая вот кто-то просит 30 долларов за подобного дракона тоже из камня тоже из трех частей немножко правда только прибалдевший наш посерьезней но либо себе оставим либо попробуем продать долларов за 50 на здесь такая штука в коробке с мишенью расстояние вымерять их мишень поставил и пошел чик и все и на сколько фит ты там отошел последняя цифра здесь было 250 фит чувак стрелял как бы издалека у бокса есть он по 400 долларов вот такой небольшой за 325 кто-то продает продавать это конечно не просто тяжело в габаритная вещь но попробуем долларов может быть за 200 на местном сайте уйдет плюс еще один долларов за 100 так еще интересная картина точнее такой принт роберт тейлор и подписано 649 из 9 150 и взади у него здесь вроде как сертификат до ценник 350 долларов проверим почем это торгуется сейчас может быть долларов за 100 тоже продадим а может быть это дело подорожало мало ли роберт тейлор очень популярный художник большой популярностью пользуются его принты с военными самолетами времен второй мировой войны в проданных вот они есть 97 67 60 долларов но есть продажи по 500 по 600 по 700 и даже 1200 долларов к сожалению корабли которые попались нам не так популярны и цена их может быть от 50 до 150 долларов поэтому давайте 100 долларов заложим слушай ну все тулбокс его только сейчас проверили вот такой вот верхний стоит ну пытаются продать за 125 нижний тоже примерно за ту же цену они полный инструментов здесь вот новая батарейка макита блэк деккер еще живой в общем так инструментов мало да мало на батальон техников каких-нибудь не знаю механиков наберется здесь нашли такие вот еще из камня такие пирамида обелиск и лепеха и бронзовая такая вот статуэтка на мраморе бронза ангелочки голубочки и тут он перед ней воркует хорохориться сюда можно что-то класть начнем такая штука она может баксов 100 стоить спокойно потому что это бронза потому что вот эти лампы тяжеленные да у них так как будут основание каменная здесь голову да они прям ну тяжеленькие и это лампы вот на ибои кто-то продает точно такие же как у нас пару торшера за 795 долларов почти 800 но у нас конечно же все так просто не бывает если вам интересно что приключилось с этими торшерами то проходите по ссылке в описании на наш второй канал где мы показываем всю нашу бытовуху связанную и не связанную с контейнерами там как раз вышел новый выпуск и эти торшеры там засветятся будем рады видеть вас на нашем втором канале юнит оказался хорошенечко подорванным его хорошенечко перебрали тщательно внимательно а здесь было интересно здесь было оружие здесь было много чего еще вот эту голову нашли это у нас вроде бы керамика керамика но made in usa посмотрим сколько стоит такой римлянин это или спартанец не знаю но прикольно смотрится ну глобус дома полистать на досуге если что а также пару таких вот ништяков на розыгрыш нашлось цельных 2 соответственно можно выявить двух победителей до следующем выпуске ну что ж друзья вот такой вот у нас уже по счету какой третий до третий юнит в вегасе но пока ничего особенного один как говорится прошаренный но мы будем искать оставайтесь с нами что-нибудь да найдем а у нас впереди много работы много рутины это все теперь надо вывозить 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 и еще раз вывозить на это для тех кто досмотрел до конца мы уже на следующий день с трейлером грузимся сейчас справа от нас спилили замок болгаркой ну типа я спрашиваю это новый как бы юнит для аукциона а мне говорят нет это типа хозяин потерял ключи видите как выглядит хозяин не тянет он на хозяина этого юнита это чувак почему сейчас попробую показать что внутри поставим сюда стульчик и пройдемся смотрите вы видите морду там внутри rolls-royce стоит это не тянет на хозяина rolls-royce вроде rolls нет и да вау за трофейс вау cool car какой он хозяин он ходит на телефон снимает его вот так вот они это здесь делают якобы это реально белыми нитками шита я спрашиваю это за неуплату это думаю почему нет понятых то есть обычно минимум три человека присутствует они вдвоем срезали она ушла он ходит на телефон снимает и я я ее спрашиваю это мол чё а новый аукцион будет за неуплату она говорит нет это хозяин вот такие дела вот такие дела интриги скандалы расследования оставайтесь с нами до новых встреч но это еще не все друзья прибыв домой мы рассмотрели внимательно коробочку с картинами которые там было я показываю кое-что самое интересное из того что там было картин где-то в два раза наверно больше некоторые не идентифицированы или просто не представляют никакой ценности но вот здесь вот несколько интересных экземпляров вот такая вот акварель и гуашь на бумаге и на каждой картине сзади есть такой вот сертификат от автора русская художница марина андреева судя по ими фамилии год 2005 здесь вот написано рекомендуемая цена для продажи 2480 долларов раз два три 4 картины 4 картины с рекомендуемой ценой 2 500 итого 10000 подумали мы обрадовавшись но все не так просто я позвонил павлу генриховичу обрисовал ему ситуацию и он мне сказал что вот подобные сертификаты художники пишут к своим картинам иногда сами и пишут любую желаемую цену за которую не хотели бы продать хоть 10 тысяч долларов это не значит что на рынке это востребовано я попытался найти этого художника эту художницу в интернете она есть но работа у нее совсем недорогие вот что я говорил всегда когда я начинаю снимать сразу надо похлебать воды буч иди сюда хватит сидеть несчастный пес пить хочется в общем на самом деле эти картины могут особо ничего не стоить выставил одну за полторы тысячи на пробу проверить интерес интереса пока никакого никто в принципе не проявляет но долларов по 100 учитывая такой сертификат с рекомендуемой ценой в 2 500 думаю продать можно поэтому раз два три 4 плюс 400 идем дальше здесь у нас интересная картинка с ней так и не разобрался что-то мне вот это небо напоминает чей-то почерк но у нее здесь сзади ничего нету будем проверять может стоить долларов 20-30 а может гораздо дороже также рисунок вот карандашом здесь у нас тоже есть подпись и подобные подобные зарисовочки тоже в районе 100 долларов вполне себе продаются и вот мы уже имеем плюс-минус 500 долларов к той сумме что у нас уже было но и это не все вишенка на торте те из вас конечно кто смотрел на втором канале нашу встречу дима и фидюк с канала тот самый который акуна матата я ему показывал эту картинку когда он был у нас гостях это у нас друзья пикассо литография здесь у нас герб галереи подпись карандашом все по классике в проданных такая работа стоит 1700 баксов я выставил за 2 жду предложения но точно могу сказать что 1200 можем сюда заложить смело итого 500 плюс 1200 прибавляем еще 1700 баксов а вот теперь все переходим к розыгрышу а победителем розыгрыша под прошлым видео становится миша богомолов миша выходи со мной на связь в инстаграм я объясню как можно получить свою посылочку а ключевым словом для розыгрыша под этим видео у нас будет картины картин у нас много картины интересные господа и дамы пишите свои комментарии не забывайте поставить лайк этому видео потеребить колокольчик чтобы получать вовремя все уведомления откройте обязательно свои подписки как это сделать вы можете найти в описании под видео и возможно следующий приз достанется именно вам кстати хочу сказать что мы уже подбираемся к 100 тысячам к серебряной кнопки огромное вам всем спасибо как только мы достигнем этой цифры на канале будет супер розыгрыш поэтому дружище если ты смотришь и не подписался самое время это сделать но мы за всем прощаемся впереди еще очень много интересных контейнеров очень много интересного видео не скучайте берегите себя своих близких будьте добрее друг другу пока пока увидимся